Армения не умеют учиться ни на чужих, ни на своих ошибках. После Первой Карабахской войны вся Армения была до зубов вооружена. Вернувшиеся с фронта боевики Асала оставили все оружие и награбленные на оккупированных территориях у себя. Желание пострелять осталось прежним, но азербайджанских детей и стариков под рукой не было. Поэтому это вооружение было направлено на соотечественников и усилило криминальный элемент. Для того, чтобы разоружить нежелающих разоружаться так называемых победителей, правоохранительным органам потребовалось много лет. В дни апрельских боев 2016 года Ереванов вновь вооружил боевиков Асала и других бандформирований. Участие в боевых действиях они не приняли, оберегая свои бесценные жизни, но разоружаться отказались. Более того, начали формировать вооруженные банды бывших полевых командиров против власти Сержа Сарксяна. Президенту и министру обороны Аганяну пришлось немало попотеть, чтобы добиться сдачи оружия. Эта операция прошла не очень-то успешно. Масса оружия все-таки была привезена в Армению и использована по назначению. В июле 2016 года вспыхнул мятеж террористической группировки САС-Нацраер, члены которой тоже только вернулись с войны. При оружии. Теперь, когда поражением Армении завершилась Вторая Карабахская война, террористы, в том числе боевики Асала, получившие оружие, снова не хотят разоружаться. Предоставление оружия и боеприпасов большому количеству людей, участвовавших в войне вместо регулярной армии, создало серьезную угрозу в контексте их незаконного оборота после окончания боевых действий. С таким тревожным заявлением выступила Генпрокуратура Армении. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи незаконной перевозки оружия и боеприпасов из Карабаха в Армению и десятки уголовных дел, возбужденных по этим фактам. События, происходящие в Армении после окончания боевых действий, связанные с ними преступления, заявления, сделанные во время публичных выступлений, создают риски преступных явлений с незаконным использованием оружия, отмечается в сообщении Генпрокуратуры Армении. Исходя из этого, Генеральный прокурор Армении Артур Давтян направил письма директору службы национальной безопасности и начальнику полиции с просьбой незамедлительно принять необходимые оперативно-розыскные меры для предотвращения и выявления случаев незаконного оборота оружия в стране, возможно, готовящихся преступлений с его использованием и сопряженных с насилием, а также активизировать работу, проводимую в этом направлении. Однако, учитывая опыт предыдущих лет, можно усомниться, что попытки собрать нелегальное оружие, розданное террористам и боевикам, увенчаются успехом.